Всем привет. Доброе утро. Мы садимся завтракать. Пашечка тут приготовил вкусняшку. Стоп уже готов. Софушка наша спит, короче, вообще. Никакие таблетки ей не помогают. Вот, то она веселая-веселая, то опять ей плохо рвет ее, живот болит. Да, вчера вечером гораздо легче стало. Ну да. Ночью, да, тоже плоховато. И сейчас тоже позвонила в поликлинику, чтобы пришел участковый врач. Посмотрел ее, может быть, что-то может посоветовать. Если ничего не посоветуют, я тогда буду звонить в больницу, в той, в которой мы лежали летом. И спросить, можно без скорой приехать нам? Вот. Что нам скажут? Так что такие дела уже написала учительница Софийной, что не получается у нас никак в домашних условиях привести в порядок себя. Так что, не знаю, будем смотреть. А, кстати, сегодня в поликлинику. Полчаса, полчаса звонила. То у них занято, то гудки, трубку не берут. В полном итоге я плюнула, позвонила в здравоохранение. Поговорила с оператором, рассказала все. Контакты оставила. Сказали, ожидайте, вам должны позвонить. Вот. Жду. Сколько уже времени? Полчаса точно прошло? У нас на улице так холодно. Вы не представляете просто. Это вообще, это не осень, наверное, это уже ближе к зиме. Я даже сушилку с балкона перенесла, потому что вообще ничего не высохло. У нас прям дубак. Все окна, все-все, позакрыла. Спасибо. Спасибо. Все, ложись. Старайся почаще пить, ладно? Спать будешь? Пойдем кушать. Пишем. Я посмотрю, как тут получилось. Прям очень холодно, да? Да вообще, ветер еще холодный. Сыр и все. Все, куртки, шапки, ботинки. Бабьи лет, наверное, уже больше не будет. Да? Всем приятного аппетита. Заходи в магазин. Что там, дождик до сих пор идет? До сих пор мы рассекнем. За вот это время мы будем. Короче, мы вызвали скорую. Педиатр участковый должен прийти в течение дня. Мы так подумали с Пашей, что лучше вызовем скорую и там посмотрим. Скорая еще не приехала, но зато приходил участковый доктор, смотрел Софию. Сказала, лучше начать пить регидрон, потому что у ребенка рвота, вот, из-за рвоты становится слабость и плохо ребенку. Начать пить ацепол обязательно. Вот. И смекту. Так что сейчас начну регидроном ее отпаивать, прям, говорит, через каждые пять минут. Прям по ложечке, чтобы она, говорит, получала в организм жидкость, как вот делают эту капельницу. Понемножечку. И также она должна понемножечку получать в свой организм жидкость. Паша захотел мяско пожарить, сейчас будет делать. А где ребра? Вон, я их посолила, они сейчас пропитываются солью. Не мало она будет? Я не думаю, что картошечку еще. Папа сварил свежую картошечку, София. Сейчас у Софии пять дней будет прям очень строгая диета, не соленая, не сладкая вообще. Картошку на воде без ничего, кашу на воде. И исключить всякие сладости, чипсы, тем более. Говорит, вы что делаете? Говорит, у нее такой слабый кишечник, говорит. У нее постоянно так будет. Так что, говорит, вам нужно держать диету. Софушка сейчас спит. Не буду ей мешать. Сейчас ей дала смех чуть-чуть попить. Пусть отдохнет чуть-чуть и начну регидроном ее отпаивать. А вот когда приедет скорая, я не знаю. Ну, долго ее нет уже. Больше трех часов точно скорой нет. Доктор нам выписала направление. Она говорит, сегодня, говорит, начинайте пить регидрон, начинайте пить пребиотики. Вот. И если, говорит, завтра лучше не станет, то тогда можете вызывать скорую. И нужно, значит, капаться ей. Все, папа начал готовить. Ну, посмотрим, посмотрим. София еще готова? Фильм у меня, Лёв. Конечно, она вот она у меня здесь. Ну, не, не надо, подожди, попозже чуть-чуть. Почему? Ну, если она не хочет. Она в ложе, что съела бы, и она пускай засыпается тихонько. Что-то пупчок у нее было в организме. Ну, с в организме ничего нет. Что-то, воды есть. Она сказала, крахмал, ему побольше давать. Воды побольше. Она показалась, крахмал, наоборот, не надо. Крахмал она сказала, наоборот, вот картошка, картошка, крахмал. Приезжала скорая, смотрела Софию. А, вон, уезжает. Вот, отказались мы от госпитализации. Если что, сейчас посмотрим. Часа через 3-4. Сейчас Софии начали пить регидрон. Вот. Сейчас надо пойти купить креон. Сказали, лучше картошечку не кушать, потому что там есть крахмал. Тяжело перерабатывается. А гречку? Вот мы сейчас варим гречку. Потом пойдем купим креон обязательно. Перед, ну, во время еды нужно пить. Вот. И что такое? Тоже непонятно. Каждый врач по-разному говорит. Ты, помнишь, говорила, наоборот, молоко нельзя, но кисломолочное можно понемножку. Кефирчик, творожок, говорит. А эти сказали исключить кисломолочное. Ну, вообще, вот я сейчас вспоминаю, когда мы с Софией лежали. Кисломолочного ничего не было, Паш. Часа 3-4 посмотрим. Я думаю, за это время регидрон выпьем. Посмотрим, если будет ей плохо, то папа нас отвезет. У нас направление есть. Папа готов. Папа приготовил ужин. Сейчас сядем покушаем. Софиячка говорит, я хочу поспать. Встанем наши малышки. Пьем с ней регидрон. Через каждые 5-10 минут. Как себя чувствуешь? Рассказывай. Тошнит? Тошнит? Рвать неохота, просто болит живот, да? Съела 2 бублика. Дала ей крион-таблетку. Так что не знаю. Папа завтра у нас выходной. Будем... Давай-ка сейчас. Живот пройдет. Хорошо? Так что будем наблюдать Софию. Смотреть, будет рвота или нет. Как будет ночь себя вести. Если тяжело опять начнется. Так что папа нас повезет в больницу. Но будем надеяться, что... Не повезем никого в больницу. Почему? Ну да. Не, что там делать? Не говори. Так что, друзья, будем надеяться, что будем лечиться дома. И все будет хорошо. Да, Зай? Да нет. Все будет хорошо. Да ладно.